Всем привет, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале Innoi Gaming Channel, с вами Innoi. В интернете уже повсюду гремят холивары по поводу игры Ages of Creation. Разумеется, я не мог обойти стороной эту тему, поскольку из всех грядущих ММО-проектов этот мне кажется самым интересным. Разработкой игры занимается компанией Interped Studio. Это компания молодых программистов с большим опытом игры в MMORPG. Например, креативный директор компании Стивен Шарев говорит о себе следующее. Уже более 25 лет я являюсь активным игроком, но нашел я себя именно в жанре MMORPG. В MMORPG есть какая-то составляющая, которая всегда меня интриговала. Ничто не сравнится с совместным опытом игры тысячи людей со всего мира. Все, что мы делали для проекта Ages of Creation, проистекает из значимости слова «сообщество» в нашей игре. Я хочу, чтобы игроки диктовали направление нашей истории. Я хочу видеть мир, который развивается, адаптируется и реагирует на все действия игрока. И самое главное, я хочу видеть игру, созданную геймерами для геймеров. Конец цитаты. На данный момент на кикстартере идет акция по сбору средств. Но здесь возникает резонный вопрос. Если у разработчиков хватало денег на игру, то зачем они продают аж целых 14 наборов раннего доступа? Их стоимость колеблется от 25 до 10 тысяч долларов. Самый дешевый набор в 25 долларов даст вам один месяц подписки. Ваше имя будет мелькать в игровых титрах. Также вы получите доступ к первому тиру смайликов для чата и дополнительные возможности для кастомизации своего персонажа первого тира. Уникальный титул игры и форма под названием первооткрыватель. Но согласитесь, что для страны, где курс доллара почти что 60 рублей, даже 25 долларов становится деньгами. Особенно в регионах, где у людей очень большие проблемы с работой и зарплатами. Первый набор, который даст вам доступ лишь ко второму этапу закрытой беты, начинается с 50 долларов. А если вы захотите попасть на первый этап альфы, то придется раскошелиться аж на 485 бачинских. Этот же набор даст вам два дня раннего доступа к игре, когда вы можете стартануть раньше других. Ну и здесь есть свои подводные камни. Разработчики четко дали понять, что во время раннего доступа все узлы будут отключены. Тогда какой смысл от раннего доступа, если все, что вы сможете, это побегать по миру и исследовать его уголки? Раз уж мы заговорили об узлах, то давайте поговорим об основных аспектах геймплея. Мир, в который вы придете, будет абсолютно пустым, и его наполнением займетесь именно вы, игроки. В процессе исследования вам встретятся небольшие поселения. Выполняя задания вокруг этого поселения, вы будете всячески способствовать его развитию. Существует несколько стадий развития поселения, или узла. Например, на третьей стадии узел превратится в деревню, в которой вы сможете купить себе небольшое домишко. Если игроки продолжат вкладывать свои усилия в этот узел, то со временем он превратится в мегаполис. Ваш дом переместится в центр города и станет особняком, а соответственно возрастет не только придомовая территория, но и его цена. На месте вашего дома возникнут другие дома, но их вид будет таким же, как и у вашего дома на третьем уровне узла. Количество особняков будет равняться изначальному количеству домов, которое было на третьем уровне поселения. Заполучив дом в одном из узлов, вы автоматически становитесь гражданином этого узла. Это своего рода прописка. Если же все дома будут распроданы, а вы так и останетесь бомжом, то на четвертом уровне поселения правительство узла может предоставить вам апартаменты, как маленькие, так и большие. Но аренда будет не бесплатной, и ее стоимость будет прямо пропорциональна количеству арендуемых метров. Последний вид жилья, доступный игроку, это участок земли. Этот участок может быть построен где угодно, начиная с третьего уровня узла и в пределах его влияния. На участке могут быть построены различные сооружения, гостиницы и таверны, кузни и плавильни, лесопилки, мельницы, конюшни и все, что вам еще может понадобиться. Количество участков зависит от величины узла. Чем больше узел, тем больше его влияние, а значит и большее количество участков, которые он может выделить игрокам для их деятельности и прописки. Теперь давайте поговорим о гражданстве. Зачем оно нужно? Крупные узлы могут быть четырех видов. Научные, экономические, военные и религиозные. На последнем этапе узла он станет мегаполисом, и жизнь одного мегаполиса будет резко отличаться от другого. Например, граждане научного мегаполиса смогут быстро перемещаться между всеми точками влияния своего мегаполиса, а это очень важно, поскольку в игре очень мало свободного перемещения. А вот жители экономического мегаполиса смогут выстроить целый рынок, на котором смогут торговать со всеми узлами своего мегаполиса. Остальные же узлы могут торговать только внутри самих себя. Словом, все меняется в тот момент, когда один из узлов становится мегаполисом. У каждого мегаполиса будет свой правитель, но вот его приход к власти будет различаться в зависимости от ориентированности мегаполиса. Так, например, жители научного мегаполиса будут выбирать своего лидера сами. Будем надеяться, что без каруселей и вбросов. Жители религиозного мегаполиса должны доказать свое право на управление через помощь другим игрокам и помогая нуждам своему мегаполиса. Но полагаю, что многим игрокам понравится экономический мегаполис. Ведь чтобы стать здесь правителем, нужно заплатить кругленькую сумму. Здесь никого не интересует ваш богатый внутренний мир, а только ваши деньги и возможности. Если вдруг вам станет скучно в своем религиозном мегаполисе, приходите сюда насладиться битвой ЧСВ-шных гильдий. И последний вид мегаполиса чисто мужской. Чтобы доказать здесь свое право на лидерство, придется выбить не один десяток зубов на арене. Победитель арены и станет правителем мегаполиса. А сместить его сможет только такой же сильный и кровожадный воин. Добро пожаловать в военный мегаполис! Каждый житель будет платить налоги своему мегаполису. Уровень налогов устанавливается правителем. Поэтому каждый лидер должен быть сильным и мудрым, ведь именно он будет принимать решение о том, как именно будет развиваться его мегаполис. Какие-то постройки дадут бонус всем жителям мегаполиса, какие-то укрепят его стены во время осад. Количество постройок весьма ограничено, поэтому придется выбирать с умом. В силах лидера привести мегаполис к процветанию, либо довести его до упадка, когда жители станут покидать его большими группами. Теперь поговорим о классах. На данный момент разработчиками заявлено 8 классов. Все они являются классическими для жанра ММО. Это Защитник, Воин, Лучник, Рога, Мак, Хилл, Барт и Самонер. Все эти классы станут основными архетипами вашего персонажа. Но также вы сможете выбрать второй класс. Этот класс изменит некоторые умения вашего основного или дополнит их. Например, если вы играете Защитником и вторым классом берете Хила, то вы становитесь Паладином. Вы можете танковать и подхиливать себя одновременно. Второй класс вы сможете поменять, а вот основной уже вряд ли. Меня также приятно порадовало отсутствие привязки класса к расе. Пока неизвестно, будут ли привязаны классы к полу, но лично мне бы этого не хотелось. Рас, как и классов, планируется тоже 8. И как сказали разрабы, у каждой расы будут свои уникальные маунты. Теперь позвольте подвести черту под этим выпуском рассказать, чего я жду. Я жду от игры максимальной социальности. Конечно, вся эта система узлов и классов выглядит довольно привлекательно, но я боюсь, как бы она не превратилась в нудный крафт, в посадку огородов, перевозку паков и так далее. Либо как в Black Desert, гринд, гринд и еще раз гринд. Поскольку разрушение мегаполиса в игре это событие исторического масштаба, то я не думаю, что в ближайшее время игроки согласятся на нечто подобное. Слишком много времени требуется на создание огромного узла, а значит и силы, затраченные на его разрушение, должны быть оправданы. В связи с этим возникает вопрос, как будет реализовано PvP и за что мы будем готовы сражаться. Я видел не одну игру, где были спорные локации, где игроки вместо того, чтобы впиваться друг другу в горло, махали ручками по разным берегам реки. Из наглядных примеров – Bless Online и Blade & Soul. В первой игроки восторгались, как мило они собирают цветочки вместе со своим врагами. А во второй количество бойцов одной школы на сервере превышало количество другого в десятки раз, что делало PvP глупым и дисбалансным. Мне бы не хотелось видеть нечто подобное в Ashes of Creation. Также мне интересно, что будет с данжами и как они будут реализованы. Будут ли это скучные линейные прохождения, как в Ekarus Online, либо большие, как в Guild Wars 2, с возможностью выбора пути и соответствующим боссом в конце. Еще я слышал совсем уж провокационное мнение, что Ashes of Creation – это финансовая пирамида, якобы нам продают кота в мешке. Ведь по игре ничего толком не показывают, только какой-то город и герой, который в нем бегает. Да, информации действительно мало, но я не думаю, что американцы пойдут на такую открытую махинацию, если только они не вдохновились примером Сергея Мавроди. Завершая выпуск, хочу сказать, что со времен анонсирования Archeage я давно так не ждал ни одной игры. И вот семена надежды посажены. Прорастут они или завянут – зависит от усилий Энтропит Студио. А с вами был Иной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на ознак колокольчика, чтобы быть в курсе последних видео. Всего вам доброго и не теряйте надежд. Субтитры создавал DimaTorzok